Антонов. Формальных препятствий для возвращения Бутина в Россию из США нет. Антонов. Формальных препятствий для возвращения Бутина в Россию из США нет. 2.1.23.2019 года. Обновлено. 4.58.23.2019 года. AP Photo. Бутина. AP Photo. Мария Бутина. Архивное фото. Вашингтон. 23.0.3. Новости. Формальных препятствий для возвращения россиянки Марии Бутина из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть сложности, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Бутина была задержана в США в июле 2018 года и позднее осуждена по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом. Срок ее заключения истекает 25 октября. В настоящее время она находится в тюрьме Таллахаси в штате Флорида. После окончания отбывания наказания она подлежит депортации в России. Как показывает практика, процесс высылки может занимать несколько дней и более. Формальных препятствий для ее возвращения нет. Загранпаспорт Марии заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения депортации россиянки, говорится в комментарии Антонова на странице российского посольства в Facebook. Отмечается, что российская депмиссия направила в Газдепноту с просьбой разъяснить порядок возвращения Бутина в Россию. Вчера, 18.35 радио «Спутник» Слуцкий предположил, когда Бутина вернется в Россию. Нас заверяют, что все американские правила и предписания соблюдаются. Более того, о нашем обращении доложено в Белый дом, извещены Минюсты и Федеральное бюро Тюрем. Собеседники в Газдепе обещали держать в курсе происходящего, заявил посол. В то же время он отметил, что предыдущий опыт возвращения граждан в Россию из США свидетельствует, что процедура депортации сопряжена с определенными сложностями. Прежде всего это связано с удаленностью тюрмы от международного аэропорта, наличием, отсутствием свободных мест на авиарейсах. «Как мы понимаем, Мария будет направлена через депортационный центр, где она может провести некоторое время в ожидании отправки», указал Антонов. Во вторник глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после разговора с Бутиной сообщил, что после освобождения 25 октября она планирует прилететь в Россию в течение трех дней. Бутина признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. 19 октября, 11.29 РИА Новости в МИД надеются, что Бутина вернется в Россию в целостности и сохранности.